Зелёная энергетика На выставке энергоэффективных установок настоящий аншлаг. Украинцы стремятся сэкономить в будущий отопительный сезон. Ведь в прошлом году тепло в среднем по стране подорожало почти вдвое. Особый интерес граждане проявляют к твердотопливным котлам. В них можно забрасывать даже абрикосовые косточки, объясняет Денис. Через горелку пилетную подаётся любое топливо фракции до 3 сантиметров. Это может быть мелкофракционный уголь, пилеты любые, древесные, прессованный жмых из семечек, отдельно может быть абрикосовые косточки, ореховая скорлупа. На установке альтернативной газовым активно переходит и коммунальная сфера. В прошлом году реализовали около 20 проектов в сфере газозамещения и возобновляемой энергетики. Бюджетная сфера, индивидуальный жилищный фонд, теплокоммунальные, которые продают тепловую энергию, смогли и уменьшить потребление, и заместить вместе 7,2 миллиарда кубических метров газа за два сезона. Мы не проплатили ни в российскую, ни в какую другую трубу. Эти деньги остались здесь. Это полтора миллиарда долларов. Количество мощностей, производящих экологическую энергию в Украине, динамично растет с 2015-го. Только за три месяца текущего года ввели больше половины прошлогоднего объема, почти 70 мегаватт. Мы закрепили зеленый тариф к евро до 2030-го года. И на сегодняшний день любой инвестор, который вкладывается в зеленый проект и продает электрическую энергию, солнце, ветра, биомассы, биогаза, он может возвращать свои инвестиции по зеленому тарифу, независимо от того, какой будет курс евро по отношению к гривне. Это сигнал не только для наших украинских инвесторов, но и для зарубежных инвесторов, которые считают свои деньги. Пока чистая энергия в объеме общего энергопотребления составляет лишь 4%. Согласно национальному плану действий, показатель планируют утроить к 2020 году. Для реализации задуманного потребуется 16 миллиардов евро, подсчитали в правительстве. Оксана Прыжка, Антон Куница, ЮЭй Тиви.